здравствуйте я хочу сегодня показать вам как можно сшить вот такую вот мягкую резинку для волос скажите что тут такого сложного берида и шеи а чтобы сделать так чтобы вот такая маленькая дырочка осталась в боковом шве не вот в этом шве которые у нас такой большой и его нужно сделать чтобы он был красивым а вот здесь в каком-нибудь незаметном месте который будет забранный в ну в резинку значит смотрите есть небольшая хитрость шить можно и совершенно из любой ткани но я вот взяла у меня есть такой старый плюшевый вот такой или велюровый свитер он очень мягкий дочка попросила сделать резинку мягкую чтобы она была но не резала волосы смотрите очень удобно шить из рукава для этого мы отмеряем допустим 12 сантиметров 12 я так уже по опыту что 12 получается неплохо вот 12 12 отлинееваем шить можно абсолютно из любой ткани как я сказала но очень хорошо подходят вещи которые вы уже носить не будете но они будем горит так дороги вам и вот большая тут там такая прям ювелирная точность нам не нужна вот мы отмерили вот мы отрезали здесь смотрите в рукаве если вы будете шить из другого места то значит это вам не нужно здесь мы вот этот уголочек сравниваем чтобы было вот так ровненько потому что этот шум мы будем все равно потом сшивать ведь если вы думаете что можно сшить сначала вот такую вот трубу оставить маленькую дырочку и вывернуть то поверьте мне можете поэкспериментировать это не выходит я некоторое время поломала голову как разгадать секрет как пошить эту резинку вот ну и так вот я придумала здесь мы отрезаем чтобы у нас был ровный край вот мы берем теперь смотрите нам нужно сшить сначала вот такую вот длинную трубу значит я настроила машинку на зигзаг потому что ну ткань трикотажная машинка моя не очень любит трикотаж шить простой строчкой но если вы будете шить и принципе может быть у вас машинка другая значит зигзаг с мелким шагом он получается с обратной стороны с лицевой как нормальная строчка смотрите здесь мы начинаем шить где-то вот с такого расстояния не самого конца а вот где-то вот здесь ну и так поехали тут тоже никаких сметок нам не надо потому что что его сшить шейда и шей себе и здесь мы тоже не дошел сшиваем до самого конца где-то вот так оставляем так ниточку мы обрезаем значит смотрите тут у нас получился такой небольшой уголочек мы сейчас его подровняем нам она но это неожиданно я значит просто не очень подровняла это все дело они это это все не страшно абсолютно потому что резинка потом будет у нас иметь вот такую вот форму поэтому будем горит так бояться нам нечего и сделаем мы сейчас все очень хорошо и красиво и аккуратно значит смотрим вот так если мы шоу сделали так то нам нужно просто обрезать до того чтобы вот эти вот были имели прямой угол в общем вот так отлично теперь мы должны с вами вот эту вот трубу вывернуть выворачивается все это просто можно взять спицу можно взять линейку можно взять еще что угодно и выворачивается вот так вот одевается один конец на линейку и начинаем мы вот так вот продвигать это все дело вперед ну может у меня линейка не очень хороший вариант потому что они тут такие острые углы очень но принципе смотрите вот мы с вами это дело все вывернули атака такая у нас получилась длинная кишка теперь мы что делаем мы с вами должны сшить вот этот вот шов тот который должен в итоге выглядеть менее заметным потому что он мало ли как попадется на наш хвостик вот поэтому мы теперь берем нашу машинку выворачиваем лицевой стороной к ну друг другу то есть а мы опять перед глазами имеем изнанку и это дело начинаем зашивать здесь мы зашиваем от самого края поправляемся так вот и наша задача сшить вот этот вот шовчик так шов мы сшили ниточку обрезали и теперь смотрите вот наша резинка почти готова но это очень большая дырка и сюда как бы сказать видно будет некрасиво и мы теперь смотрите что делаем мы берем и резинку до половины теперь обратно выворачиваем так засовываем ее сюда вот в этот большой наш проем немножко надо здесь поглубже вот и берем наш не зашитый шов вот он наш не зашитый шов который вот он и сшиваем его вот это место которое сделали поперечный мы его обязательно должны прихватить тогда он будет менее менее заметен аккуратненько расправляем вот эти вот шовчики и в том месте где у нас заканчивался шов мы опять подкладываем смотрим чтобы не попала та часть которая внутри резинки подкладываем под машинку и и проходим зашиваем почти до самого конца оставляем вот такое вот маленькое расстояние ну что ж поехали вот проходим и наш шов аккуратненько проходим дальше буквально оставляем ну на но на полтора пальца ну на этом на на все теперь вынимаем вот у нас такая дырочка эту дырочку мы вытягиваем то что мы назад засунули и вот посмотрите у нас получилась вот такая вот прекрасная штучка вот это все ошметки можно даже их не обрезать а засунуть прямо вот сюда они нам мешать не будут кому хочется повозиться можете поотрезать позавязывать узелки тут такое дело дело то что резинки эти очень недолговечные они постоянно теряются ну допустим у меня дочка их теряет раз в две недели это сто процентов значит все ненужные нитки мы обрезаем теперь наша задача взять резинку берем резинку примерно какой длины ну вот мы проверяем вот так на палец как нам удобно завязывать как мы обычно делаем вот так ага значит примерно вот такой вот длины мы берем обрезали вот такой небольшой кусочек получается берем иголочку не иголочку булавочку прокалываем и засовываем вот сюда в эту дырочку ну это я думаю все умеют делать и все с этим делом хорошо и быстро справятся то я уже просто чтоб оказывая может быть кто-то совсем не умеет таким образом вдевается резинки во все ну я уже не знаю сейчас конечно трусы никто не в не вставляет резинку но мало ли может быть в какие-нибудь там шаровары домашние юбки и так далее вот 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 таким образом вдевается резинка здесь мы ловим нашу булавку эту дырочку подтягиваем следим чтобы не убежал в дырочку на второй конец который мы оставляли наружу а так мы булавку отстегиваем подтягиваем два конца резинки соединяем и просто без всяких заморочек не надо ничего сшивать завязываем вот такой вот узелочек завязали а так подтянули узелочек прячем вовнутрь и у нас осталась небольшая дырочка мы берем иголку с ниткой нужного цвета вот вот такие вот очень удобные есть иголки не надо даже вставлять туда нитку просто берем нитку вот так вот сверху раз и ниточка уже вставлена теперь завязываем узелочек и так как я показывала в одном из своих предыдущих видео зашиваем это дело таким незаметным ка он может быть он не совсем потайной но его практически этого шва не видно то есть мы соединяем два конца вот так вот чтоб шовчик был наш и аккуратненько берем подхватываем с этой стороны чуть-чуть и с этой стороны чуть-чуть и стягиваем длинная нитка нам совсем ни к чему чуть-чуть можно подкоротить так и вот таким образом вот мы это дело чуть-чуть и чуть-чуть ну вот мы дырочку полностью зашили но я торопилась может быть сделала не очень аккуратно но вы сделаете это дело более аккуратно и смотрите какая прекрасная у нас получается с вами резинка она не режет волосы она очень удобно сделана по как говорится из вашей любимой вещи которая вам всегда нравилась держит хвостик очень хорошо я нас дочка у меня уже промеряла я уже не первый раз делаю резинки вот если у кого-то нету швейной машинки то делаете по тому же принципу но только сшиваете руками вот эти все швы но на этом все я желаю вам чтобы вы получали удовольствие от рукоделия на этом все до свидания всего вам доброго